Телеканал КРТ представляет Ахоль Лаван дважды отвергал возможность большой коалиции под девизом «Только без Нетаньяху». То есть условием создания коалиции был уход Нетаньяху с поста премьера. Но уходить Биби было некуда. За рамками кабинета его ждала прокуратура с несколькими уголовными делами за коррупцию и злоупотребление служебным положением. Поэтому тот факт, что ему удалось удержаться на своем посту – это большой политический успех. Кроме того, в правительстве представлены ультра-ортодоксы – союзники Ликуда. Ну а движение «Наш дом – Израиль» Авикдора Либермана, пометавшись в очередной раз между умными и красивыми, вновь оказалось между стульями. Дело в том, что репатрианты с подсоветского пространства нетерпимы как к ультра-ортодоксам в силу своей светскости, так и к левым в силу сильных антиарабских настроений. Кроме того, сохранение Нетаньяху за собой поста премьер-министра Израиля стало, без сомнения, большим успехом президента США Дональда Трампа, сделавшего ставку именно на Биби. И буквально сразу же после формирования нового израильского кабинета Беньямин Нетаньяху заявил о начале реализации сделки века по разделению еврейского и палестинского государств, разработанного зятем и старшим советником президента Трампа Джаредом Кушнером. Однако, несмотря на громкое название, ни о какой сделке по факту речи не идет. Все спорные вопросы решаются в пользу Израиля и за счет палестинцев. Начнем с того, что статус Иерусалима вынесен за рамки сделки. Он уже признан Трампом, столицей Израиля. А далее действует принцип. Сначала мы берем свое, потом делим твое. Вся территория компактно размещенных еврейских поселений на западном берегу реки Иордан, а это почти 30% территории и 400 тысяч еврейских поселенцев, войдет в состав Израиля. Туда же войдет и долина реки Иордан. Таким образом, палестинский анклав на западном берегу будет связан с Иорданией только двумя специально сооруженными трассами. Палестинцам предлагается в качестве компенсации. Объединению нескольких окраинных арабских кварталов Иерусалима с близлежащим городком Абудис дать гордое название Аль-Куц, короническое имя Иерусалима, и считать его столицей демилитаризованного государства Палестина. Издание The National из Объединенных Арабских Эмиратов в материале под названием «План Дональда Трампа для Среднего Востока не принесет мира, и Штаты с Израилем знают об этом», подсчитало, что из оккупированных Израилем территорий палестинцам оставят лишь 70%, что составит всего 15% исторической Палестины, причем с дефицитом водных ресурсов и невысоким качеством сельхозземель. Компенсация палестинцам запланирована за счет земель в пустыне Негев, на которых планируется отстроить промышленные и сельскохозяйственные кластеры для перенаселенного сектора газы, плюс 50 миллиардов долларов на развитие. Мнение палестинцев никто не спрашивает. Газета The New York Times со всем присущим ей цинизмом в колонке «Каждый раз, когда палестинцы говорят нет, они проигрывают» поясняет. Если палестинцы не согласятся на условия Трампа сегодня, завтра они получат еще меньше. Дело в том, что уже в конце июня-начале июля ожидается рассмотрение в Кнессете законопроекта об односторонней аннексии Израилем территории западного берега реки Иордан с еврейскими поселениями, без создания палестинского государства земельных и финансовых компенсаций. Либеральная The New York Times, полностью поддерживая сделку века, тем не менее ворчит, цитата, «Для Трампа завоевать голоса флоридских евреев важнее, чем завоевать палестинские сердца в Ромале», конец цитаты. Логично, хотя и цинично. Можно лишь добавить, что для многих американских христиан, так называемых протестантских фундаменталистов, Ветхий и Новый Завет равны по своей значимости, и в их теологической доктрине распятие Мессии не привело к разрыву Завета Господа с народом Израиля по поводу землеобетованной, хотя и возник Новый Завет Господа с уверовавшими в Иисуса. Короче, Палестина для евреев, остальной мир для христиан. Ну, а если продолжать рассуждать о Святой Земле в, прости Господи, циничном ключе, то для Трампа на предстоящих выборах важны не столько голоса рядовых американских евреев, сколько финансы солидных сионистских организаций, которые ранее ориентировались на демократов. Теперь же они, скорее всего, поддержат кандидата от республиканцев. Подыграл сионистам и Беньямин Нетаньяху, который уже в должности утвержденного премьера на заседании Кнессета заявил, что пришло время аннексировать еврейские поселения на части западного берега реки Ордан, исторические Иудею и Самарию, откуда есть пошла земля еврейская. «Вот правда, эти территории являются местом, где еврейский народ появился и развивался. Пришло время распространить на них израильский суверенитет и вписать еще одну славную главу в историю сионизма». Что же касается оппонента Трампа Джо Байдена, то он, в отличие от Нью-Йорк Таймс, похоже, действует по принципу «Если Трамп за, то я против». Мирный план требует того, чтобы стороны сели вместе и договорились. Это же лишь политический трюк, который может спровоцировать односторонние шаги по аннексии территории и отбросит мирный процесс еще дальше назад. Я всю жизнь работал над тем, чтобы укрепить безопасность и обеспечить выживание евреев и демократического Израиля. «Нынешний план – это не решение проблемы». Понятно, что главными оппонентами сделки будут палестинцы. Руководство автономии уже объявило о выходе из всех соглашений с Израилем и Соединенными Штатами. И тут мы опять возвращаемся к символике цифр. Разумеется, Тель-Авив и Вашингтон живут в собственном политическом цикле, но резкое ускорение реализации сделки века пришлось как раз между 15 мая, траурным днем Нагба, изгнанием 750 тысяч палестинцев со своих земель в 1948 году, и 22 мая – днем Аль-Кудз, то есть днем мусульманского Иерусалима. Негативный эффект активизированной сделки века по Палестине среди арабских и мусульманских государств столь велик, что Министерство иностранных дел Ирана проявило нехарактерную сдержанность и дипломатичность. «Исламская республика Иран считает, что только палестинцы могут и должны решать судьбу Палестины, будь то мусульмане, христиане или евреи». Впрочем, даже Евросоюз уже предупреждал Израиль о возможности введения санкций против него в случае аннексии территорий на западном берегу реки Иордан.